Пускозарядное устройство Start50R Также аппарат после 5-минутного цикла заряда в режиме Boost сможет запустить двигатель внедорожника или микроавтобуса. Для того, чтобы приступить к использованию аппарата, владельцу нужно будет определить необходимое напряжение и соблюсти полярность. Максимальный ток зарядки составляет 40 А, максимальный ток запуска – 180 А. Устройство оснащено режимом быстрой зарядки Boost. Данная опция позволяет за краткий промежуток времени подзарядить севший аккумулятор с помощью большой силы тока. При включении функции Boost достаточно 10-15 минут, чтобы добиться заряда, достаточного для запуска двигателя. Злоупотреблять данные опции не стоит. Частая или продолжительная зарядка большими токами приводит к разрушению пластин аккумулятора и уменьшению срока службы устройства. Весит аппарат 9,2 кг. На панели управления прибора расположены циферблат амперметра, который поможет задать необходимую силу тока и контролировать процесс заряда, переключатель режима Start – зарядка, кнопка выбора интенсивности заряда Boost – обычная. Аппарат может заряжать сразу несколько батарей. Для этой цели можно использовать параллельное или последовательное соединение. В случае зарядки сразу двух АКБ лучше применять последовательное соединение, чтобы контролировать ток в каждой батарее. При последовательном соединении двух батарей с номинальной мощностью 12 вольт советуем установить плюсовую клемму на контакт с маркировкой 24 вольта. Пускозарядные устройства предназначены прежде всего для запуска двигателя, а уже потом для зарядки аккумулятора автомобиля. Шкала амперметра на ПЗУ обычно имеет большой шаг. Часто пользователи при зарядке аккумуляторов не могут рассмотреть движение стрелки и решают, что аппарат вышел из строя. На самом деле при зарядке аккумулятора в обычном режиме используются малые токи, которые не всегда видны на шкале. В режиме запуска нужно точно следовать циклам запуск-пауза, которые обозначены на фронтальной панели аппарата. Если автомобиль не заводится, остановитесь. В противном случае может пострадать батарея или даже вся электросеть автомобиля. Если первая попытка пуска не удалась, воспользуйтесь режимом Boost, чтобы разогреть батарею и через некоторое время повторите попытку запуска. Напомним, сначала к аккумулятору нужно подключать положительную красную клемму устройства, затем отрицательную клемму. Включать аппарат в сеть следует только после подключения крокодилов к клеммам АКБ. По завершении процесса заряда следует сначала отключить сетевое питание с помощью переключателя или отсоединить сетевой шнур, после чего можно снять крокодилы с клемм. Пускозарядное устройство Start50R оснащено несколькими типами защит, которые сработают в случае перегрузки в электросети, чтобы не допустить поступления к батарее слишком большого тока, а также короткого замыкания в случае соединения клемм. Проверять работоспособность данных систем мы настоятельно не рекомендуем, поскольку плавки и пластинчатые предохранители придется заменять. Следует строго соблюдать полярность подключения и не допускать коротких замыканий. В противном случае аккумулятор может взорваться, а ПЗУ выйти из строя. Будем рады видеть вас в наших дилерских центрах.